Прокуратура к вам нарушила, стоя в сроке отправки в это, по медицинской территориальности. В пределах срока направила. Оно поступило в 12-го, а к вам в 10 суток прошло. По закону максимум 7. Прогласен? Программентируйте. Да, исследуем материалы, обращение 246, предельное 7 октября 2019 года. Программентируйте. 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 Поэтому данные мы за это уведение пишем на страницу. Отчет об обречении данного решения есть, а не подростки? В данной стадии. Далее, после обречения имеется власть отрибывания вступительной речи в последнее время. Чистота. Вставлен реестр. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 будет видно какое решение по жалобу и выписка штампа которые докажут что мнение какие-то там линии по данным заявлениям обращения не направлять принимаем этот вопрос мы еще не выключили исследование материалов дела прерываете данное мероприятие я вы же сами сказали на каждом документе можно остановиться я остановлюсь на документе который вы уже провели я хочу чтобы суд истребовал доказательства потому что я отправлял все свои обращения по завершению называйте материалов дела по завершению обычно судьи говорят что стадию доказательства мы уже прошли и заявить, что можете до выхода в фильмы я так понимаю не переживайте я хочу рассказать вам угрык так называет потому что жалоба на вынесение на лица противоположных настоящее распределение в связи в обучении в Евангелии в фильме в фильме рассмотрена 6 марта в фильме да я его увидел он Hans я я я я я я я я она мы руки я я Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» поводу отложения судебного заседания на 4 дня на вруке либо вынести письменные определения подложение на месте Как я могу высказаться по документу, если вы мне документ на 10 страниц, вы мне зачитали только штатку, исходящую, никем подписчиком. Это что, это ознакомление с документом называется? Ваши возможности для ознакомления были? Я вас просил, вы зачитаете мне полностью этот документ, чтобы я имел представление, о чем там речь. Вы такой суд не усматривает и слишком загруднив проведение судебного свидания. Понятно, так ознакомлю. Принесите заседание на 4 дня, дайте мне возможность ознакомиться с материалом дела. А что вам мешало до этого пригласения меня ознакомить с материалом дела? Я приходил сюда три раза. На подготовку? И что? Я же что-то нарушил? От заседания я не выполнялся, я пришел. Судебный процесс я не затягиваю, а вот смысл в беседе, где меня закроют в кабинете с двумя судебным листами, которые я применяю. Я не вижу смысла, я участвую. Тут Ваши контракты разрешили? Вы его отклонили. Будут другие контракты. Я предлагаю вернуться к тем контрактам, которые Вы, понятно, то ли отклонили, то ли просили на потом тренировки. Это по поводу исследования выписки из КУСП, из прокуратуры города Сургут. Данная выписка докажет, что прокуратура города Сургут ни одну мою жалобу, ни одно заявление о совершенном преступлении не зарегистрировала. Номер 7. Мы требуем выписки из журнала корреспонденции и ИСОП. Это вот как раз к вопросу, а докажется, что мои заявления поступали к ним, в системах, и зарегистрированы. Если я через сайт отправлял данные заявления и жалобы через сайт в прокуратуру, то это там, по идее, должно отразиться. А там есть выбор, выбор город Сургут, прокуратуру города Сургут. Только прокуратуру города Сургут отправлял или не отвечали на него. То есть они к Вам доходят, но номер подтверждения никогда сайт не выдают. То есть схема работает. А сейчас Вы утверждаете, что мое обращение, которое я отправляю всегда по трем урокам, оно к Вам почему-то не дошло, и Вы решили дождаться, пока оно из прокуратуры к Вам придет. Вот я хочу здесь истребовать. Подождательство номер 7. Это выписка из журнала корреспонденции и системы ИСОП. У нас будут применять доказательства, отправляли ли это, получали ли отменяли эти сообщения и отправляли ли это, где какие-либо утомления, и каким образом. У Вас есть возможность по поводу эту информацию? В настоящее судебное заседание уже выяснили, что эти господессы нам поступило. И судья это все относил непосредственно в судебном заседании. Есть входящие номера. Мы регистрируем сообщения, поступающие в том числе из электронной почты и в том числе из прокуратуры по фактическому поступлению обращений. Кроме того, из Ваших требований Вы требуете в пунктах 4, пунктах 2 узнать незаконными формальные отписки, ответные обращения, на которые Вы сейчас здесь указываете, о том, что удалось сообщение. Ответы на них не было. А что Вы называете формальными отписками, полученные на эти обращения? Потому что моя жалоба в порядке УПК 124 на отказ от возбуждения уголовного дела была рассмотрена как простое обращение. Когда Вы получили обращение, если Вы пишете, что это формальные отписки, значит Вы получили на них ответ. Если Вы их оспариваете, это формальные отписки. Елена Петровна утверждает, что я хочу оспорить именно срок рассмотрения. Вы про сроки рассмотрения не говорили и речь. Как-то не говорили. Так он все действует. Сроки рассмотрения должны. Вы в своем административном заявлении не говорите о неправильности регистрации, сроках рассмотрения Вас. Зачитайте. Жалоба в порядке УПК 124 рассмотрена как простое обращение и с угрышением срока. Мы говорим Вам, у нас жалоба в порядке УПК не рассматриваем. Она в порядке 59-го. На каком основании? Почему? Уже пояснили на утрече. Нет, долго поясняли по поводу сообщения о совершенном преступлении УПК 141. Сейчас идет связь с тем, что жалоба. Я специально повторю. Я в своей речи говорил о том, что Вы не обжаловали действия прокурора, принятые в рамках уголовного дела. Отвечайте мне пожалуйста. Каким образом можно обжаловать отказ от возбуждения уголовного дела? Отказ от возбуждения уголовного дела? Да. Как это не обжаловать? Вот жалоба в порядке УПК 124 на отказ от возбуждения уголовного дела. Вы на действия прокурора по конкретному обращению. Вот эти жалобы, которые у Вас есть пишут, мы в своей речи все время достоверно изложились. Конкретные Ваши жалобы указаны в Ваших требованиях. Еще раз. Жалоба номер 230. Давайте откроем и прочитаем. Я обжаловал незаконный отказ от возбуждения уголовного дела. Вы мне говорите, что это не жалоба. Номер 230. Жалоба в порядке статьи 124 УПК РГФ. Следователям следственного отдела по городу Сургут, СК, ХМАУ, Осмоловы. Проведена проверка в порядке 144-145 УПК РГФ. То есть это жалобы в порядке УПК 124. Почему Вы ее рассматриваете как простые обращения? Значит, не внимательно наступить, когда мы наступим к этому факту. Для Вас в речи, в том числе, и в речи, это тоже. Я Вам задал вопрос. Как можно обжаловать постановление о подказе возбуждения уголовного дела? В том числе. В том числе. В том числе. Через жалобу указано 24, правильно? Отлично. Вот она жалоба. И про это мы и говорили в речи. Внимательно слушайте. Об этом уже сказано. В том числе, про обжаловую Вами в последнем времени. Мне непонятно, почему Вы жалобу в УПК 124 посмотрите как простой обращение переводите в разряд. А простого обращения не было. Об этом было сказано. В речи помощников прокурора и студии было это оглашено. Каким нормальным правом актом Вы реглантировались? Перевернять решение. В реальном законном прокуратуре? Да. Вас это устроит? Англия? Прокуратурой Вы руководствовались? Вы меня просили про закон. Да. Яму ответить. Вот сейчас я задаю вопрос следующий. Вы уже взорвались. Унистативно естественно. Давайте вернемся. Зачем мы сюда пришли? Да. Еще подаст. Да. Вы мне не ответили. Вот я вам подаю податайство номер 7. Постребование корреспонденции в журналах и ИСОП. Отказываете? Отказываете? Из-за того, что Вы в виде административного иска не оспариваете вопросов о строках регистрации и поступления Ваших обращений оспариваете уже ответы на испаривающие линии? Письменное предмение будет у нас? У нас в протоколе не поражается. У нас в протоколе не поражается в письмене. Как я ознакомился с протоколом? В возле фонерии. Я уже писал, у меня не ознакомились раньше. Вы его сколько будете готовить, так же, как Шестобитов, 78 дней? Никакого взрослого? Я обращался ранее, Шестобитов соизволил только спустя 68 дней, причем еще избыточный. То есть, вы отклоняем дам эту подферию? Так, Шестобитов, 8... А быстрее вы не выписки из почтампа? Опять разрешаем ЦКП на вопрос. Вы можете доказать, что вы мне отправляли уведомления о почте там или еще как-то? Разрешили? Нет, мы его решили отложить, насколько я понял. Нет, мы решили отложить в части документов, о которых вы выписки не похожи. То есть, вы отклоняете полном объедете? Оно отклонено, да, в начальной статье. Хорошо. Только вот в план поступил ответ, соответствующий Сергей Павлович, там он также... Он не достаёт. Агнаш он был... Вас устраивает этот ответ? Он не соответствует действительности. И он обжалуется. К нему стоит относиться критично. Но его предмет оспаривания... Мы указывали, что это одно из доказательств документов. Наоборот, это доказательство, что я не... У меня нет доказательств, что получал я что-то или нет. Только этим может быть доказательство. Ищем вас. Это тест номер одиннадцать. То есть, требует к материалам проверки вот эти все. Я их ни разу не читал. Я не ознакомлюсь с ним. Пребую приобщить их всех к материалам дела. Я мог ознакомиться одним разом со всеми и с этими материалами дела, и с этими. Хочу сказать, поскольку все необходимые документы представлены в рамках рассмотрения дела, я очень не спрашиваю. Вот все жалобы, все обращения, все тринадцать обращения, о которых административный институт, идет речь сторон административной мысли, они все приложены, все открыто приложены. Поэтому основание для приобщения к материалам дела, всех надзорных производств обращения, предоставляется невозможным, не физически, не формально. потому что, кроме всего прочего, в рамках инструкции разрешения обращений административный институт может обратиться в походу города с заявлением об ознакомлении данного надзорного производства за период, ну, как видно, да, сколько там собрано, уже какой год получается. Естественно, обращается с таким заявлением? Как я не обращаюсь? Вам отказано? Я обращался еще в июне 2015. Вам отказано было? А ответа нету? Это тоже не предмет данного искреннего заявления. Ну, а зачем тогда вопросы задаете? Я не вопросов не задаю, я пояснил, не говорю. Для отменения отхода от данного машины не сказывается. Комсессу. Аминь. Учитель. И у вас сейчас есть такая компания, значит, у них есть. И они не вложены, как есть. Учитель, невидимые, они еще не вложены. Из-за таких активистов очень много. Учитель, собственно, по-английски тратить, и желание ознакомиться с культурным участком на прямой прокуратуре города Сургута. Я возражаю, протестую и заявляю, что вы нарушаете мое право на защиту в связи с тем, что в данных материалах содержится информация о том, представлялся ли прокурором города Сургута раба при рассмотрении признаков совершенного преступления по моему заявлению в порядке УПК-141 совершенного преступления. Это прямое доказательство того, что прокурор города Сургута уклоняется от учета совершенных преступлений. Вы отказались приобщить эти доказательства. Материалы проверки в прокуратуре я не раз запрашивал, затребовал письменно, мне не разу не приглашались. Ни одного ответа я от них уведомлений не получал. Более того, я от их заявления на закрепление с материалом дела и стал в следственные комитеты. Я приходил дважды ознакомиться с материалом дела. Дважды на меня вызывали наряд в полиции. Я говорю за то, что у меня я поделил документы и я ходил там, где они. Мне не давали ознакомиться с материалом дела. Следственные комитеты не дают, здесь не дают. И я так полагаю, что в прокуратуре будет то же самое. Поэтому я требую приобщить именно к материалу дела суда, чтобы я в одном месте, как доказательство, и еще плюс, как от моего ознакомления с материалом дела, имел возможность сразу оперировать данными доказательствами. Суд разрешил это сразу? Дали, скучу. Я пояснил свою точку зрения по поводу нарушения права. И я все. Поясните, пожалуйста, что такое премия, и чем я не отвечаю. Я не раз просто эти премии не доходил. Не везло вам. Да, благодаря таким же людям. Итоговые пожелания по вопросу о предварительных требованиях рассмотрения официально-инстатистов. Хорошо. В итоге что произвело? Я точно сказать не могу. Так, раз, два, три. Двадцать, два, девять, двадцать, двадцать, двадцать. Мною было заявлено двадцать одно ходатайство. Как минимум, десять из них были окнулены. Одиннадцать. То есть большая часть. Ни одного доказательства мне не было предоставлено по поводу того, что все увитомления, все ответы предыдущие, там, увитомления по электронной почте, либо в письменном виде мне отправлялись. Суд данные доказательства мне не предоставил из материалов дела, с материалами дела не ознакомил. Получается, суд хочет, чтобы я вслепую, без ознакомления с материалами дела, устраивал какие-то премии. Это, в принципе, невозможно, потому что я не вижу сами материалы дела и материал проверки. Я не верю, у меня нет возможности убедиться, есть ли рапорт по заявлению о совершенном преступлении, о наличии либо об отсутствии признаков совершенных преступлений или нет. Далее. Суд оказал в требовании основных доказательств, как то выписка из почтампа о получении корреспонденции в данный адрес, то есть суд не хочет сказать доказательства о том, что ответчиков о том, что они направляли что-то в данный адрес. Ни одного документа предоставлено немало качественных доказательств данных слов. Скримине выписки из почтампа тоже отказали, приобщить материал проекта тоже отказали, самое главное, журнал корреспонденции и СОП тоже отказали. То есть невозможно что-то оспорить и устроить твение в отношении чего-то, чего не знаешь и с чем не ознакомить. Это в принципе невозможно. Слышно. Тормат прокуратуры. Суд, я поддерживаю исполнительное решение ранее. Считаю, что нарушение закона предоставления заявления заявления обращены, уже мы не допущены. Те заявления зарегистрированы установлены с окончанием сроков, рассмотрены, даны ответы, подвески порядок обжалований. Суд об этом уверен. Кроме того, ответы он сам лично приложил с ответственностью, что он не заявил. Второе. На мой взгляд, это то, что Дайвса нарушил его права, в том числе на ознакомление, причем данные свидетельства не подтверждены. Суд об этом дал реализацию его права, в том числе на ознакомление со всеми материалами дела, в том числе после возвращения к его судателекционной инстанции, рассмотрел надлежащим образом, в условной мере, все заявленные в подарочном судебном состоянии, в том числе с удалением сообщественного дома. В этой связи я помогаю требованиям лица, не подлежащему удовлетворению, и пошел в один вопрос. Уважаемый суд, прошло удовлетворение, результаты присутствия административного требования, отказать административные требования, и в зрении всех требований, поскольку мы предоставили, что действительно все обращения указаны в административном заявлении, которые были рассмотрены, нарушения при их распределении, на наш взгляд, по крайней мере, не последовало. Нарушенные права административного страха также не были в судебном заседании, несмотря на то, что административный следователь говорит, что ему не дают ознакомиться с материалом дела, мне за все судебное заседание не предоставило нового ходатайства до его проведения о более извлеклении его, об ознакомлении с материалом дела. То есть, поэтому нежелание его ознакомливаться с материалом дела, сейчас выясняется то, что нарушаются его права, конечно, что не нарушаются. Поэтому прошу отхватить предоставление административного института. Ирина Петровна заявила, что я ни разу не требовал материалов дела для ознакомления. Это неправда. Да какие материалы дела имеют в виду? Свои или граждане? Да, конечно. Вот это неправда, однозначно, потому что через системе газ правосудия данные заявления зарегистрированы. И 3-го и 9-го декабря, и здесь на месте, на первом этаже я письма не предстал. И недавно я буквально 25-го числа отправил и 2 же по-моему, да, отправил. То есть, я постоянно требую ознакомить меня с материалом дела. Ни одного внятного ответа с приглашением я еще не получил. Так что это неправда. Хотите вам распечатку видео, я вас конкретно сниму. Потом посмотрите. Я вам все эти адаптации покажу. Далее, по моим адаптациям требованиям, все они были поданы письменно через газ правосудие в электронном виде. И в том числе письменно через секретаря суда, зарегистрированные. И плюс еще отправлены в почте и отправили через газ правосудие через материалы дела, обращения по делу. То есть, 4 раза я данные адаптацийства заявлял, в том числе и в моих адаптаций требованиям об ознакомлении с материалом дела. Мне в ознакомлении с материалом дела было отказано по всем моим заявлениям, плюс еще во время суда мне постоянно отказывали от ознакомлений с материалом дела. Те адаптации мои, поданные в письменном виде, которые мне удовлетворены, те, которые были удовлетворены, все они были рассмотрены без удаления в совещательном комнату, и без вынесения немедленного письменного определения, определения подсочтательной комнаты. Зачем говорить, что у суда взятые отношения, более того, ну и были заявлены два устных отвода и один письменный, все они отклонены. Это еще раз говорит о том, что судья лично и прямо, лично, либо косвенно заинтересован в исходе решения суда. Важно, я заявлял о предложении судебного заседания в связи с необходимостью написания новых адаптайств, подготовки к делу, на ознакомление с материалами дела, в том числе и с прокуратурой. И судья оказывают, и при этом меня обвиняют в том, что я затягиваю процесс. Это вы затягиваете процесс. Вы протокол по прошлому заседанию 78 дней готовили. Решение мне выдали на 14 дней, хотя у вас максимум 5 дней. Вы об этом прекрасно знаете. Именно поэтому вы сейчас под видео мне стали озвучивать данные в данные сроки. Я вас об этом спрашиваю. Вы это все прекрасно знаете. И вы просто умышленно, не просто, так сказать, вы не затягиваете процесс, вы ускоряете его в сторону принятия отклонения исков. Решение, я думаю, вами уже давно принято, но она готова. Вы просто выйдите сейчас от этого и зачитайте. Я так говорю. Я так говорю. Самое главное мое обращение, номер 230, вы так и не нашли. Либо не озвучили. Купительную речь полностью не удавились засчитать. Самое главное, вы не пригласили двух главных свидетелей, то есть отбанин. Я вообще не понимаю, как может отвечать Лукьянов за балин, когда, в принципе, этот балин должен был составить. Он же мне ответил. Он должен был рассматривать на неопрощение. Вы присутствовали вообще при обращении? Вы извините. Понятно, это вопрос. Я уверен, что он не присутствовал, потому что расписался балин, и именно он ответственный за принятие решения, за рассмотрение признаков совершенных преступлений в моих обращениях. Для того рапорта я не видел, то есть суду не был предоставлен ни рапорт об отсутствии, то есть документально ответчики не подтвердили ничем, что в моих заявлениях о совершенных преступлениях отсутствуют признаки совершенного преступления. Рапорты не были предоставлены. Я их истребовал и требовал приобщить за эти материалы. Суд отказал. То есть суд отказывается истребует доказательства того, что в моих заявлениях о совершенных преступлениях присутствуют признаки совершенных преступлений. Это все со слов представителей сотрудников прокуратуры. Вот так у нас суд трудится, получается, принимает за чистым моментом слова сотрудника прокуратуры, при этом вокруг лежит 28 томов материалов проверки и ни один документ из них в качестве доказательства не предоставлен. Рядом лежит 4 тома материалов дела, по моему листу. Ни один документ не исследован толком, ни один документ не предоставлен, и нет для ознакомления в качестве доказательства. Я делаю вывод, что суд просто относится предвзято и лично заинтересован, либо посленно. Об этом я уже озвучил в двух своих отводах, и устных, и в одном письме. На этом все. Я считаю, что если вы отклоните, не удовлетворите мой иск в полном объеме, то я обязательно буду обжаловать данное ваше решение в аккаунтном суде и дай другую исключение, и дай шпл. Благодарствую. Далее сам, я вонеси и шпл. У вас здесь минут будет? На сколько? Нет. Ну, короче, я понял. Абсолютно все то же самое. Да я это знаю, в Кашкетах. Да, но, но, есть, есть факторы улучшающие, которые радуют и греют грудь душу-то. Ты посмотри, все приставы пришли, ну тут наполовину читайся, ну уже хотя бы наполовину читается, понимаешь? Много минут. А у остальных на ура, отлично читается, понимаешь? Все, процесс пошел, прогресс есть. Вот это радует. Все ради вас. Теперь вы можете спокойно переписывать номера и жаловаться на конкретное, в должностном лице. Я тебя поддержу. Ты знаешь, что вот это? Ты вот от этой пачки знаешь, что лежали? Это материал проявленный, прокуратурой моей. 28 тонн, к тому. 102 сантиметра. Как они проверяют, подписывают туда? Только они ни один документ оттуда не предоставили. Они обязаны были предоставить студентам оригиналы, и ты от нашел. А ничего не предоставили, я требовал. Это просто ложь, это просто ложь. Ничего страшного. Мы и повторно подадим иски. И третий раз. Сейчас я свои дела обозглавлю. А народ еще посмотрит, как у нас это все получается. Тоже пойдет в суд. А после, через 10 дней, через 13 точнее, генерального прокурора в суд вызовем здесь же, в Сургуте. Обязательно приедем. Да? Вы его будете представлять? Обязательно. Да? Замечательно. Представляете, какая честь для вас будет оказана? Вы будете представлять генерального прокурора. Ну и отдуваться за него, соответственно. Народ, в связи с плохой связью, ввели простую видеозапись. Сейчас вот дверь открывается, судья должен вынести решение. Приняние все закончилось. Все мои годотайства, большая часть, были отклонены. Все мои годотайства были отклонены, большая часть. Три отвода тоже отклонены. Ну, в общем, полная предвзятость, и ни одного письменного доказательства не предоставлено. Скоро сейчас огласят решение, придут приставы, огласят решение, и мы выйдем из зала. Я даже не знаю, сколько времени мы там сидели. Но меня удивило то, что справа от меня, где я сидел, там было 28 томов материалов проверки по моим обращениям и наших соратников, в моих интересах. 28 томов принесла прокуратура сюда, в суд. И плюс 4 тома у судей на столе было. Сфотографировали, нет. Сфотографируйте пока есть. Кстати, вот они. В ящиках еще. Да, вот это, вот если сложить, высотой будет 120 сантиметров примерно, ну я так посчитал. Ну, то есть, ну, выходит, что мой рост, эти стопки то ли перевалили, то ли нет, но надо еще в Следственном комитете это померить. То есть, ну, я предполагаю, что уже давно выше моего роста. И, как вот, сегодня Лукьянов признался, что ни одного рапорта об обнаружении признаков совершенных преступлений они не составляли. Ну, по крайней мере, не предъявили суду. Хотя я истребовал. Так, все. Всем благодарствую, заходим в зал. Суду молчат завезут и начать решение имени Российской Федерации 28 февраля 2020 года. Стань, 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 стань. Я тебя прошу. 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 Также пятернодневный срок дополнительно стороны могут обратиться в суд с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания. Дополнительно найдлось аудиопротоколирование судебного заседания. Версия аудиопротокола приобщается к материалам дела. Есть возможность знакомиться с ней, принести замечания как написанных протокол, так и на аудиопротокол. Все понятно, что судебное заседание является. Ужас, сколько нарушений. Какие у меня слов нет. Ну ничего, до встречи. В следующий раз увидимся. Адония, по второму судебному заседанию. Да разберутся. Не волнуйся. Это не наша забота. Благодарствую. До свидания. Доброго. Вы это делаете. Судье не успел сказать благодарствую? Передайте, пожалуйста. Да не за что благодарить. Как-то не за что. Такой суд. Как-то не за что. Хорошо. А здесь уже что, нельзя снимать? Нельзя? Нет. Даже ваш номер? Мой номер, пожалуйста. Да? О, какой красивый. Все вы видели? Да. Выключите. Благодарствую. Я его токаю, не от нас. Вы близко подходите. Все, она никого не толкает. Вы сейчас как раз-то не занимаетесь? Как только выключили камеру, сразу вы что нас толкаете? Ага. Я думал, что это, меньше трех людей. Ну да. Я уже смотрю, думаю, все, капец, сейчас это что-то начнется. Нет? Высидели, молодцы. Ладно, благодарю за приглашение, хороший опыт. Да, приходи. Вот такие вот, сюда, видишь, это, видно, кто как себя ведет к этому. Ну, понятно, да? Ну, уже более или менее. Ну, а представь вот так вот, 20 раз ходил, все, уже как рыба в воде. Спасибо.